Былкина 23. По этому адресу проживает Марина Григорьевна. Живёт вместе с мужем. Они проводят здесь большую часть времени. Особенно летом. Ведь тут и огород, и отдых. Проблема, с которой они столкнулись несколько лет назад – старые вязы тополей. Во время урагана их ветки падают прямо на голову и крышу дома. В социальные службы обращались неоднократно. И в ответе мне написали, нам с мужем написали, что действительно эти пять единиц деревьев, которые действительно растут поруч с поветренной прокладкой тепловой мережи и действительно загружают мережи обленерго, а также загружают жильцам и представляют большую такую физическую, экологическую опасность. Работники служб просили ожидать их решения. Но прошло уже более двух лет. Ветки деревьев падают до сих пор. Средства на их спил не выделены. Обращались и после этого. В ответ получают лишь одно – война, денег нет. При плохих погодных условиях жильцы боятся находиться и в доме, и на улице. Люди, конечно, все очень недовольны. Сейчас как раз пухает. Это огромное количество пуха летело, падало веток и так далее. Мы сами, как мужем, стараемся что-то спиливать. Муж Марины, Петр, работает высотником. Он придумал свою систему спиловеток, чтобы хоть как-то обезопасить себя и свою семью. Супруга попросила меня спилить нижние ветки у этого большого огромного вяза, которому уже больше, чем 30 лет. И я долго думал, как же туда залезть наверх, потому что, чтобы туда залезть, она или альпинистом будет, или калсом, я не знаю как. В общем, придумал я такую систему очень простую. Дрелью засверливал отверстие в вязе, в стволе, и потом забивал туда же колышки, только надо было крепкие колья. И такая лестница у меня получилась, для того, чтобы можно было вылезти наверх. Ну, приблизительно это вот так выглядит. Обычно, когда залазит на дерево, использует страховку. Помогает ему и жена. На создание так называемой лестницы пошло около недели. А вот Юрий Константинович по соседству от Марины и Петра держит своё предприятие. Он самостоятельно создаёт пружины и шайбы. Предприятие полностью работает от трансформаторного тока. Если на него упадёт дерево, электроэнергии не будет у всего района. Здесь лет 8-9 назад по торцу здания находилось два полусгнивших огромных вяза, которые перекрывали провода квартальных сетей. Ветки очень часто перекрывали эти провода, происходило замыкание, приезжали аварийные бригады. Всё так долго мы беседовали. Обращался я в Зеленхоз, в райадминистрации, чтобы спилили эти деревья. Обращения в коммунальные организации не дали результатов. Жители района начали действовать самостоятельно. После очередной аварии я нанял людей, и мы спилили этих два гнилых дерева. За свой счёт сами мы оплачивали, ни с кем не согласовывали. Гнилые деревья повредило крышу. До сих пор крыша ещё окончательно не восстановлена. Просят помощи городских структур, ведь самостоятельно не могут спилить деревья. Ждём помощи от администрации и заводского района, и городских сетей, в ведении которых это всё находится. По сути, мы даже не имеем права сами это спилить. Даже если бы мы, предположим, могли бы, мы не имеем права тут сильно вмешиваться. Мы попробовали связаться с заводской районной администрацией, а также работниками предприятия «Зеленстрой» и «Основание». Все они говорят, что заявления на спил деревьев не поступало ни в одну из организаций. Мы только что ещё раз пересмотрели все документы, все письма входящие. К сожалению, в этом году у нас такого нет. По регистрации у нас такого не проходит. Мы занимаемся спилом деревьев, всё. Но именно если у вас стоит вопрос конкретно по этому адресу, то сказать я вам ничего не могу, потому что у меня нет такого письма. Работники служб просят обратиться с запросом повторно. Мы будем следить за ситуацией и дальше. Диана Клочко, Константин Пороскевич, ТВ5.